Я приветствую всех зрителей моего канала и сегодня хотел вам рассказать о моих предпочтениях. Сейчас перед вами стоит фрезер Bosch 1600 CE. Начну с того, что самый первый фрезер мой был, это какой-то китаец, слабо мощный, где-то 650 ватт, но он отслужил, единственный недостаток у него был, сильно шумел, не было плавного поиска. Второй фрезер я купил из линейки Bosch, не помню как его, типа 1500 Bosch, уже не помню. Он у меня до сих пор служит, хороший такой фрезер, середнячок, я имею в виду легенький, и вот решил я приобрести, правда приобрел я этот фрезер уже скоро ему год будет, но я еще не пользовался, так как не было надобности, сейчас решил его задействовать. Почему я выбрал этот фрезер Bosch? Потому что он многофункциональный, у него есть два корпуса, сам фрезер выполнил мотор, он отдельно, его можно перемещать, вот смотрите, есть такой замок, вы его отщелкиваете, нажимаете вот эту кнопочку и вынимаете. Вот сам мотор, у него есть только, сейчас вам покажу, это такие у меня три способа для отсоса стружки идут, самое главное, у него есть второй корпус. Вот второй корпус, видите, вот, в этом, этот корпус, как обычно реализован, вот, есть ручка, вы перемещаете, это для плавной регулировки поднятия и опускания. Можно также, вот, есть рычажок, отводите, хватает он, хорошо, жестко держит. Просто, я почему, у меня на моем втором фрезере примерно такая же система, и она держит четко. Значит, сейчас расскажу немножко о двигателе, у него здесь есть, вы видите, контактные площадки, они внутри утоплены, вот, так просто рукой не достанешь. На самих корпусах есть вот такие, эти, линейки, только съемные. То есть, на каждом из этих корпусов есть такое вот устройство. Вот, с такими линейками, которые обеспечивают электрическое соединение двигателя с управляющими кнопками. Здесь тоже, и здесь. Значит, зачем два корпуса? Ну, это вы уже поняли, обычный корпус, на который устанавливается упорная линейка. Вот, вот, можно фрезеровать детали с тонкой регулировкой опустания фрезы. Вот, вот, и вот такой корпус. Чем отличается этот корпус от этого? Этот корпус можно устанавливать в рабочий столб. Он для этого предназначен. То есть, вы его крепите под стол, на площадку. И можете работать. Вот, как у него осуществляется перемещение мотора с фрезой. Вот, есть такой ключ. Он вставляется сюда. Это я не выдумал, это так у него заложено. И вот вы вращаете ручку, смотрите, вот, смотрите, перемещается. Ну, право, здесь идет, понимаете, вы отпускаете и начинаете перемещать мотор. Потом, когда вы ставили нужную высоту, ключ убираете и зажимаете. Вот, вы фиксируете, вот, здесь есть, ну, так, взмойте ее вот таким вот образом включим. И она будет работать. Значит, как перемещается этот двигатель по корпусу, при... Ну, при... Когда мы стопор убираем. Значит, здесь есть соединение, смотрите, вот, видите, вот. И оно входит вот в эти пазы. Вот. Ну, объясню, зачем эти пазы, смотрите. Здесь есть фиксированная, то есть, если вы в этот паз вставите, вот, у него перемещение где-то порядка 40 миллиметров. Вот. Если вам надо глубже опустить, вы перемещаетесь сюда, и опять эти 40 плюс. Ну, то есть, вы поняли, да? То есть, есть, как в автомобиле, скорости. Вот. То есть, вы можете увеличить опускание двигателя, или уменьшить, если вам нет такой необходимости. Вот, таким образом, получается, двигатель с фрезой можно перемещать в 40, как здесь вот фиксировано, и здесь 30 миллиметров. Вот. Пока я еще не пробовал, ну, примерно, понял всю эту конструкцию. Вот. Сейчас покажу, как здесь происходит здесь соединение. Ну, вы просто вот вставляете направляющие, вот, нажимаете эту кнопку, вот, и эту кнопку, вот. Вот, видите, вот еще кнопочка. И в первый паз попадаете. Вот, я в первый попал. Ну, и вращая, видите, двигатель может перемещаться. Вниз, вверх. Вот. Когда вы установили, вы можете закрепить, и он уже не перемещается. Вот. Вот, сейчас посмотрим. Отпускаем. Вот, смотрите. Видите? Появляется фреза. Выставил фрезу на нужную высоту, вы можете таким образом зажать все. И фрезеровать на столе. Вот. 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 Можем вращать ключом. То же самое происходит. Вот. Ну, это не только можно работать в столе, можно также и работать. Фрезеровать пазы. В принципе, так же работает, как и эта головка. Мне очень нравится. Бош. И не хочу, как говорится, заниматься рекламой. Но, все продумано. Литье под давлением сети. Многочисленные вот есть, видите, отсосы. Это вот, если вы в стол установили, этот корпус. Можно сверху, видите, вот есть, можно ставить отсосы. Вот, они различной формы. Вот этот отсос, он для вот этой части фрезера устанавливается сюда. Закрепляется вот такими вот винтами. Металлические, каленые винтики. Вот, с головкой удобнее для вращения. Да, еще, как я сейчас сказал, комплект идет... Вот, там фреза восьмерка. И вот в комплекте еще есть под фрезу двенадцатый. Вот, вот эти винты, которые крепят. Тут уже установлено, вот это для этой части тоже. Вот, видите, в это отверстие вкручиваете. И можете закрепить отсос. Значит, так же идут две втулки копировальные. Вот, видите, здесь вот установлен механизм подкрепления копировальной втулки. Вот, тут внутри есть рычажок, вы его отводите. Вот, вставляете втулочку, отпускаете рычажок. Вот он, вот стоит. Это 17 миллиметров втулка. Вот, вот, а также есть еще тридцатки. Под большие фрезы. Вот, в комплекте еще есть такой вот центрователь. Вот, вот. Он под восьмерочку сделан. Вы зажимаете, выравниваете вот эту площадку. Вот. И закрепляете держатель втулки. Вот, и его можно атрибулировать при помощи. Так, что еще я хочу показать. Вот, так же для этого корпуса есть такой вот отсос тоже. Вот, так же закрепляется вот на этих винтах. Ну, выходит. Ну, сейчас пока не буду выставить. В общем, машина очень хорошая. Исполнение литье идеально. Никаких, видите, нет пористости. То есть, видно, что литье производилось под давлением люфтовых. Таких, хоть я попробую, и нету ничего. Очень ходит он великолепно. Здесь также есть плавная регулировка. Машина очень хорошая. Не знаю, люди хвалят других. А я как-то привык к этой марке. И она меня не подводит. Вот, говорят, Макита, Макита, ну, не знаю, не было у меня Макиты. Я как-то, если мне какая-то фирма понравилась, то я уже как-то стараюсь не менять лошадей на переправе. И вы знаете, не подводит меня Бош. Этот профессиональный, сделан в Германии, немецкий. Все, спасибо за внимание.